Сегодня то, что я хотел говорить, казалось больше книги-притч. Мне, говорит, сегодня очень касалось третья глава притч. Но когда я уже фактически закончил писать проповедь, которая меня реально коснулась сегодня, я начал молиться, и Господь мне говорит, что говорить нужно совсем о другом. Говорит, ну, вид я сегодня даже без конспектов. Говорить нужно совсем о другом, потому что у него есть воля относительно нас. И эта воля благая, угодная и совершенная. И он хочет, чтобы мы поступали по определенным правилам, которые он установил. Причем он их прописал, и мы должны их соблюдать. И вот отправил он меня сегодня к 15-му, 16-му, 17-му, 18-му псалмам. И я начал просто читать и понимать, что причина того, что мы попадаем иногда в некоторые ситуации, которые по-нашему не являются славой Божьей в нашей жизни, они не потому, что Бог про нас забыл, как про мной, помните? А потом вспомнил. Нет. Потому что мы не всегда выполняем его волю. Поэтому давайте мы с вами откроем эти псалмы. Это 15-й. Давайте начнем с 15-го псалма. И прямо с 1-го стиха. Он так скромно расположился на 573-й странице обычного синодального перевода. Это 1-й стих. Написано здесь. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю. Вот мы иногда молимся. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Но вот храни мы помним, а уповаю не помним иногда. Уповаем мы всегда на Бога. И вот как только я начал вот эти писания читать, мне со мной связалась одна женщина по Facebook. Она тоже следит за нашими проповедями. Не буду говорить, кто это. Не важно. Самое главное, что она просит молиться за другого человека, который сейчас находится в очень тяжелой ситуации. На него там, видимо, написали какой-то донос. На государственной службе находится. Верующий, видимо. Я не знаю. Не уточнял. Находится на государственной службе. И его как бы отстранили от службы. Его преследуют. Его пытаются привлечь в какую-то ответственность. И пока особо сильно много чего найти против него не могут. Но молятся, чтобы все прошло глазом. И понятное дело, что когда с такой ситуацией сталкиваются люди, они начинают нервничать больше, чем уповать на Бога. Вот вы знаете, я всегда вспоминаю Иова. Иов тоже начал нервничать. Когда у него все... И не просто решили здоровье, а мучительную, страшную болезнь пришла к тебе. И мы как бы смотрим на вот такие ситуации и думаем, а что бы я сделал в этом случае? Но, вы знаете, когда происходит сама такая ситуация в нашей жизни... Когда происходит такая ситуация в нашей жизни, мы как бы забываем о том, что нужно подумать об Иове, о том, что нужно подумать об Ионе, о том, что нужно подумать о Христе. Мы пытаемся своим разумом из этой ситуации выйти. И это как раз то, о чем я сегодня хотел говорить, что вот вся третья глава притч говорит о том, что мы не должны полагаться на свой разум, выходя из разных ситуаций. Мы должны уповать на Господа. И вот первый стих, как я уже говорил, 15 стих, он звучит, «Храни меня, Боже, ибо на тебя уповаю». И второй стих, «Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага твои, блага мои тебе не нужны». То есть, когда мы переживаем по поводу какой-то ситуации, вот возьмем, к примеру, этого человека, мы, конечно, помолимся за него, потому что я считаю, что этот человек достоин того, чтобы Господь его хранил, потому что Иисус за всех умер, мы это знаем. Но вот я еще раз говорю, я не осуждаю его сердце, ни в коем случае я с ним не общался, я не знаю, чего он хочет в этой ситуации. Самое главное, конечно, что он остался жив и здоров, потому что, как Писание говорит, из могилы кто прославил тебя. Поэтому понятно, что мы будем за него молиться. Но давайте возьмем абстрактного человека, который попадает в какую-то тяжелую ситуацию. Обычно такой человек боится лишиться всего. В данном случае это может быть положение, это могут быть деньги, это может быть дом, если у кого-то там собственный дом, может его лишиться. И таких случаев мы тоже знаем много. Сюда позапрошлым году приезжал один пастор из Казахстана, мы с ним общались. И вы знаете, что в Казахстане гонение на церковь, и ему пришлось лишиться всего. Но он остался жив при этом. И когда он лишился этого всего, он, конечно, очень сильно переживал. Это помните, как в известном фильме, все, что нажито, непосильным трудом. Он тогда еще не был в первую очередь, когда это все нажил, он был очень богатым человеком, тот, как покаялся. И всего лишился, просто всего. Машины, квартиры, дома, денег, всего. И он не мог понять, где, собственно, слава Божия. Он всю жизнь копил, 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 копил. Бог прославился через него. Он покаялся, а потом Бог его всего этого лишил. Но это продолжалось достаточно долго в его жизни, пока он не покаялся вообще во всем этом, во всей этой ситуации. Я не буду рассказывать подробности, скажу только в двух словах. Когда мы читаем Библию, вот мы сейчас как раз с вами на домашней изучаем книгу Исход, там написана первая заповедь в 20-й книге, в 20-й главе книги Исход написана первая заповедь. Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Что такое Бог? Бог это то, на чем мы концентрируемся в данный момент, что занимает наше сердце, занимает наше внимание. И вот этот пастор говорит мне, вот в тот момент, когда я всего этого лишался, у меня перед глазами стояли только вот эти вот дома, деньги, машины, потому что, ну, я ради этого работал. Я, говорит, 40 лет ради этого пахал. Не то, что я прямо вот волосы на себе рвал, нет, но жалко было. Я постоянно концентрируюсь на том, что мне жалко, мне это не хочется потерять, и это не хочется потерять, и это не хочется потерять. И когда уже, как все, больше ничего не осталось, что у меня забрали, вот просто ничего, я просто встал на колени, начал молиться Богу. И спросил, за что ты у меня это забрал все. А он говорит, а почему тебя это так беспокоит? Почему? Нужны ли мне все твои дома? Что мне, моему царству, от того, что у тебя есть дома, что у тебя есть машины, у каждого там в доме деньги? Ну да, понятно, ты пожертвовал кучу денег на создание церкви, там еще, ну зачем это все? Мне в моем царстве, зачем это нужно? И тоже обратил внимание его на вот этот вот стих, что блага мои Богу не нужны. Нам нужны его блага, но блага наши ему не нужны. И когда я вот это прочитал, я понял, что на самом деле вот ситуация с этим человеком, про которого мы молимся, для которого упирают в государственные службы, она, может быть, не заслуживает такого внимания, по мне, так пускай его уберут в государственных службах, по мне, пускай его лишат всех привилений. Мне самое главное, вот мне как христианину, не знающего его, но мне важно, чтобы он сохранил жизнь и продолжал славить Господа. Потому что, когда я возвращаюсь опять к тому пастору, о котором я говорил, его после этого покаяния Бог благословил гораздо большим имуществом, чем у него голодует. Он сейчас вообще ни в чем не нуждается, хотя у него лично ничего нет. Но у него есть и машина, у него есть и где жить, он постоянно ездит по заграницам, куда может. Вы знаете, что казахов на везде пускают, там, политические дела, но куда может ездить. И ни разу не заплатил за это больше из своего кармана ничего. Господь благословил вот каждый его шаг просто. И он понял, что на самом деле, вот кроме жизни и возможности слави Бога, нет ничего. Дальше в этом же псалме написано, Господь есть чаша, прошу прощения, Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. То есть, когда мы приходим к ситуации, когда мы действительно можем чего-то лишиться, мы понимаем, что на самом деле вот видимое вот это, то, что мы видим, да, вот это имущество, может быть деньги, может быть положение в обществе, может быть все что угодно. Это то, что мы нажили своим непосредственным, которым это мы добились. Мы это получили, нам это положено, потому что знаете, да, что любой труд должен быть оплачен, нам это положено, мы так или иначе это заслужили. Но тут написано, что жребий наш у Бога в руках. Теперь, вы верите в Бога случайности? Я нет. Я бы и в жизни никогда не поймал, мне не нужен Бог случайности. Потому что если есть Бог случайности, значит, что у него завтрак не запрограммировано, не запланировано, я не знаю, что будет. А у меня Бог, он сегодня, вчера и всегда один и тот же. То есть, он вне времени, и он сегодня, и он и завтра будет, и послезавтра, и до конца моих дней, один и тот же Бог. Если это по-другому, я отказываюсь верить в такого Бога. О каком же жребии здесь говорится? Помните, что жребий бросается в пол, да, в воле Божье, вернее, о поступке человека от Бога. Да, и каждый шаг мы проведем, как там точно написано. Но это из той же серии, что коня готовят на день битвы, а победа от Господа. Что значит жребий? Жребий, это не значит, что сейчас Бог подкинет камни, или там монетку, орел или решку, нет. Он уже давно все предизбрал, он все уже предвидел, он все уже расположил. И будет именно так, как он решил. Давайте вспомним Иону. Иону все равно придет в свою Деневу. Так или иначе. И жребий, это имеется в виду, что Бог избрал уже для нас определенный путь. И вот здесь написано, что есть часть наследия моего, это Бог. То есть, все, что у меня сегодня есть, вот в этом, в этом наследии, в деньгах, в положении, в достижениях, в образовании, и всем, чем угодно. Там есть Бог. И чаша, это наполнено Иву, на самом деле. Это Он все расставил после наивиста. Да, мы пытались что-то делать самостоятельно. И Иона пытался. Иона пошел на корабль, сел на Него, спустился вниз, уснул. Буря поднялась, Он даже не слышал. Но все, что в дальнейшем происходило, было сделано Богом. Вы думаете, что Бог без Ионы не справился в достижениях? Справился? Но зачем Иона нужен был Ион? Для Ниневии или нужен был Иона? Для Ниневии не нужен был Иона? Нет. Бог то же самое сделал и любой другой. Ионе нужна была Ниневия, чтобы его сердце поменять. Бог не меняет обстоятельства иногда ради того, чтобы вы поменяли свои сердца. Но ничего не меняет. Вспомните Иова. Иова, мы всегда читаем книгу и думаем, вот как он страдал. На самом деле, там ведь все было Богом предусмотрено. Он страдал ровно столько, сколько мог страдать. Писание об этом нам говорит, что никогда не пошлет Бог страданий больше, чем можно перенести. Он страдал настолько он мог страдать, пока он не поменял свое отношение. Он не верил раньше в Бога или Богу нет. Конечно верил. Он прекрасно знал, кто за всем одним стоит. Но его отношение к Богу, то есть его сердце по отношению к Богу было неправильной позиции. И Иона, прошу прощения, Иов должен был пострадать и проговорить все это. Потому что иногда, знаете, мы из искренней веры в Бога начинаем сами себе проповедовать какие-то вещи и потом понимаем, как же я заблуждался вообще во всем. Мы с другими начинаем разговаривать, рассказывать им какие-то вещи и говорить, вау, это вообще не то, о чем нужно было вынуть. И в этот момент должно произойти с нами то же самое, что произошло с Иовом. Он покаялся в своем отношении к Богу. То есть, у Бога не было проблем с его богобоязненностью, с верностью, но его сердце было в неправильном положении по отношению к Нему. И вот, когда он рассказывался, когда он поменял свое отношение к Богу, вдруг Бог дал ему в два раза больше, чем было бы. И более того, вроде как, все вот эти вот друзья и овцы, они рассказывали ему правильные вещи, мы читаем, все время цитируем то, что они говорят. Вроде как, ну, нормально, по-человечески, хорошо говорят. Вроде как, так и должно быть. Но Бог говорит, нет, простите меня, дорогие мои, но если вы хотите от меня получить прощение, пусть Иов за вас жертву принесет и поможет. Пока он этого не сделает, не прощу, не приму. Потому что вы столько про меня наговорили, неправильно, вы должны свое сердце поменять. И вы думаете, нужна была молитва Иова Богу, чтобы простить этих людей не в его руках и в их сердце? Нет. Это Иову нужна была эта молитва. Он должен был укрепиться в том, что обо всем, что он попросит, получит ответ. На основании этого потом Петр пишет в послании, что все, что мы попросим у нашего небесного Отца, он слышит и на молитвы нашей отвечает. Откуда он это взял? Исключительно из Веткого Завета, из истории, таких как и истории Иова. Давайте перенесем за с вами 16-й Псалом. И здесь как бы ключ к тому, что говорит Псалом Бевец, в данном случае это Давид. Пока мы еще читаем Псалом Бевец. Псалом Бевец. с первого стиха. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст не лживых. Тогда он еще был полностью человеком по сердцу Божьему. Он даже не согрешил с Версами. Он тогда с ним все еще было в порядке. От твоего лица суд мне да изыдет, да возряд очи твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверги шаги мои на путях твоих, да не поколеблятся стопы мои. Классно. Не поколеблятся стопы, утверди. Только здесь есть небольшое отступление. Написано ты искусил меня, пришел ночью и ничего не нашел. Уста мои от мыслей моих не отступают. И вы знаете наш мир, в котором мы живем сегодня, он зачастую заставляет нас мыслить по одному, а говорить по другому. И мы настолько к этому привыкаем в миру. Просто мы называем сегодня это мудростью. Иисус же говорил будьте мудры как змеи и просты как голуби. Мы называем это мудростью когда мы думаем одно, а говорим другое. Плохо это или хорошо? Не мне судить. Потому что иногда знаете вот как Иисус говорит, что от слов своих человек оправдается и от слов только судится. Можно такое наговорить, что называется на камеру, что потом всю жизнь стыдно будет. И мы выбираем путь говорить нам или не говорить, провозглашать нам какие-то вещи или не провозглашать. В миру я милюю. Потому что если я сейчас скажу, что я верю в Иисуса Христа или я ученик Иисуса Христа на меня посмотрит, что обо мне скажут, уволят, не уволят, будут гонять, не будут. А если начальник моей компании скажем там автодоксальный еврей, которого настраивают, что евреи, ну эти мессианские евреи они хуже Гитлера, что он будет о вам не думать. И иногда я думаю, что я промолчу. Мудро? Скорее всего да. По-человечески на тот момент. Потому что скорее всего да. Если я это скажу, я могу так или иначе решиться работать. Ну, сделаю, знаете, заставят такой план, как меня оттуда выжат, и я уйду. Ну, примерно. Хотя я это проходил, ничего страшного, они потом каются, возвращают все награды, легали, и все остаются на своих местах. Но страшно. Точно так же, как и Ионе было страшно идти вне неба. Страшно остаться без работы, страшно остаться без положения, страшно остаться без денег, страшно остаться без... много чего. Скажите, пожалуйста, вот вы смотрите, наверное, видео-зарисовки про общину, которая называется Гаитален Баждой. Я не знаю, как бы, вот если бы сейчас у нас здесь стояла толпа ортодоксов, как бы мы сюда ходили. Наверное, мы бы боялись. Ну, я не знаю, кто как из вас. Я бы нет, потому что мои фотографии у них уже везде есть. У них, как это называется, постоянный клиент. недовольный, но постоянно. Но, знаете, когда они начинают угрожать, когда они начинают везде говорить о том, что вот, такие сякие, фотографируют вас, публикуют ваши фотографии в газете, а потом, случайно, фотографии ваши увидят у вас на работе. Как вы будете оправдываться? Не могу вас судить. Вы примете то единственное верное решение, которое можно будет принять на этом этапе. Но дело в том, что, еще раз, я никого сейчас не осуждаю, я никого не пытаюсь загнать в неудобное положение. Я смотрел это с точки зрения себя. А все ли у меня справедливо здесь по отношению к тому, что написано? Смотрите, на что обращается внимание мое. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступает уста мои. Всегда ли то, что я думаю, говорю так, я говорю всегда то, что думаю? Или всегда то, что я думаю, правильно? Или всегда то, что я говорю, оно угодно Богу? Когда мы будем с вами чуть дальше считать, мы поговорим на эту тему. Но в большинстве своем, я про себя сейчас говорю, в большинстве своем, когда мы пытаемся поступить мудро, мы на самом деле поступаем хитро. И когда мы поступаем хитро, мы поступаем по большей части лукаво. То есть нечестно. По отношению к чему? К Богу? Нет. Он понимает все это. Он видит, он любящий Орес, он понимает, что мы по-человечески боимся результатов. Но мы поступаем лукаво по отношению к своему собственному Я, к своей Личности. К Духу Святому, который в нас внутри, который нас защищает, который написан, что тот, кто в нас больше того, кто в мире. И стоит ли прятаться? Не знаю. Не знаю. Зависит от того, где вы, с кем вы общаетесь, какая у вас жизнь. И никто не имеет права вас судить. Никто. Каждый поступит по той мудрости, которую ему в тот момент Бог даст на сердце. Но главное, чтобы это Бог дал на сердце. Вы знаете, Никодим, о котором мы читаем в Писании, он был очень уважаемым и очень знатным фарисеем. По разным источникам того времени он был одним из высших чинов Синодриона. То есть, он вполне мог сказать, что в Торе написано вот так, понимать это нужно вот так, и все скажут, аминь, и не присоединяться не будет. Он был тайным учеником Иисуса Христа. Сколько его Иисус когда-нибудь обвинял в том, что он не вышел в Синодрионе и сказал Иисус о том, что он не сел. Вы слышали об этом когда-нибудь? Нет. Там, если более, там был тайный ученик Иисуса Христа. Так же, как Иосиф Алимафейский был очень богат и очень известным. Но он был тайным учеником Иисуса Христа. Плохо это или хорошо? Вот если бы спросили, скажи мне, Иосиф из Алимафеи, ты ученик Иисуса Христа. Как вы думаете, что бы он ответил? Не знаю. Я не буду судить, что бы он ответил. Но я думаю, что по мудрости своей человеческой, и не зря он там сиделся на Алимплионе, он бы нашел правильный ответ на тот момент, чтобы продолжать быть там, где он есть и при этом оставаться верным Иисусу Христу. Давайте возьмем другой пример. Другой знатный человек, богатый человек, предприниматель. трижды отрекся от Иисуса. И понял, что все, в этом все закончилось. Но Иисус трижды простил его, не предъявляя ему никаких претензий. Мог ли он знать об этом, когда отрекался от Иисуса, что придет день, когда ему будет просто вот так все прощено за три слова «люблю»? Нет. Но по мудрости своей, чтобы выжить в этот момент, он сказал «я не знаю этого человека». «Я его не знаю». Развернулся и ушел. Петух пробил трижды. Каждый из нас выбирает в момент истины, как повести себя правильно на тот момент, там, где мы находимся. и, к сожалению, в нашей среде христиан, там, где Иисус говорит «любите друг друга», так узнают, что вы мои ученики, если будет любовь между вами. На английском это звучит «love one another». И вот от любви большой, когда человек приходит и кается. «Ой, вы знаете, меня спросили, а веру ли я в Иисуса? и я сказал «я верю в Бога Авраама и Сака и Якова». И особо ревностные христиане, «то ты что? Писание говорит, тот, кто постесняется меня перед людьми, того я постесняюсь перед Отцом своим Небесным. Ты понимаешь, что ты натворил. Ты сказал, что Иисус не твой Господь». Я всегда не хочу такого человеку задать вопрос. А вот если бы тебя спросили и в тот момент от твоего ответа зависела бы твоя жизнь, жизнь твоих близких, твоя работа, твое благосостояние, да все что угодно, ты как бы ответил? Конечно, находясь на том уровне, в котором он находится, он говорит, да я бы сказал, конечно, потому что Иисус говорит, что у нас будут гонения, и за имя мое вас будут убивать. я говорю, как так получилось, что до сих пор твоего окружения не знает, что ты веришь в Иисус от Христа? Меня не спрашивали. Это реальный разговор, который я передал. Меня не спрашивали. Я говорю, знаешь, меня тоже не спрашивали. Они в Фейсбуке подсмотрели. Там написано пастор, церковь, дом света в Лишон в Целуне. Подсмотрели. Недавно выступал в одной группе онлайн в Фейсбуке. В этой группе 33 тысячи человек. Смотрели, правда, мое выступление не все 33 тысячи человек, к сожалению. Но в последние дни я там семь дней публиковал разные посты, чтобы пригласить их на это мое выступление. И в последние дни я говорил о эффективности и духовности. И под этим моим видео появился комментарий. А посмотрите-ка, а это не тот ли самый пастор церкви в решеннице, у нее уже одно лицо прямо. Ну, кто-то там провокацию такую. Хозяйка группы пишет, я его таким не знаю, может быть, он и бастер, но как бы речь пойдет не об этом. Я читаю все эти комментарии, она там пишет фотографии, фотографирует мои там какие-то скриншоты делаем. Я задаю вопрос, а в чем собственно вопрос у вас? Вопрос в чем? Вы меня спросите, я отвечу. И все, комментарий на этом закончился. люди подсматривают за нами, они все равно видят, чем мы занимаемся и как мы живем. Понятное дело, что те верующие в Иисуса Христа, которые живут в районе Мияшарим в Иерусалиме, в самом ортодоксальном, как это сказать, политкорректнее, слостно ортодоксальном районе Иерусалиме, там, где могут и камнями подеть, если что, без разговоров. Мы как-то заехали с Татьяной. А еще Таня была за рулем, представляете? Одни взгляды там чувствуют, в каждом кармане по три рубля зазвенело сразу вот эти взгляды. А вот там могут камнями забить, никто даже не вспомнит, где могилка была. Просто. И там есть люди, верующие в Иисуса. Скажите, пожалуйста, как им быть, если спросят, верят они в Иисуса, как они ответят? По-разному. В зависимости от того, как в тот момент им будет выгоднее. Почему? Потому что написано, что из могилы никто не воздаст славу Господу. Можно быть мудрым. И когда мы говорим, а может быть я слугавил где-то, может быть меня благодать позже ко мне не сходит, потому что я здесь как-то плохо поступил, плохо рассказал, неправильно преподнес свою веру в Иисуса Христа. Если вы в один и Духом Святым, и в этот момент вы перед совестью своей веществе, когда отвечаете, потому что Писание говорит, вам не нужно беспокоиться о том, что говорить. Я буду говорить за вас. Если вы в Боге, если вы в Духе, поверьте мне, жребий ваш находится у Господа в руках. Он сделает во-первых все, чтобы вас об этом не спросили, если это может вас ввести в какое-то состояние угрозы вашей жизни, скажу. Потому что мысли его, помышления его о нас во благо не возьмут. А во-вторых, даже если мы сами лезем на рожон, и дьявол нашел вазейку и привел к нам вопросителей, то Писание говорит, не надо беспокоиться. Я буду говорить. Бог так сказал. Я привык Богу доверять. Давайте перенесемся дальше с вами. В 17-й псалом. Возлюблюйте Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мою, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него уповаю, щит мой, рог спасения моего, убежище мою. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные и потоки беззаконные устрашили меня. Цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня. В тесноте мою я призвал Господа и к Богу моему воззвал и он услышал от чертога своего голос мой и вопль мой дошел до слуха его. Дальше написано все, что Бог сделал. Горы перевернул, небо наклонил, возгремел просто из-за страсти Господня. Просто потому, что я воззвал. Это вопрос. Вас объяли муки смертные, чтобы так вопитых Господу? А может быть цепи ада облегли вас? Нет? То есть пока еще нормально можно дышать. Вопрос. Зачем устраивать драму на ровном месте, если просто нас чего-то лишили? Ну разное бывает в жизни. Бог же хочет, чтобы мы как-то поменялись, но лишат меня сейчас общественного положения. Ну лишат меня сейчас денег, машин и квартир. Но жизнь-то мне сохранят. Я могу все еще являть славу Божию на этой земле. Хотя конечно ко мне предусматривают, ну и где там слава Божия, в чем она там у тебя проявилась, что тебя лишили машины, общественного положения, еще чего-нибудь. мы конечно можем на это что называется на современном основе повестись и сказать ну да, как вот я же не знаю, но на все волю Божией. Нам скажут, ну у вас у верующих всегда на все волю Божией. Ну простите, она и у вас у неверующих тоже. Воля Божия на всех одна и та же. Но здесь написано, что я возобил, когда муки ада объяли меня. Мы читаем в Ветхом Завете, потом уже в книгах царств, что одного царя, по-моему это был монастер, если не ошибаюсь, его вообще там в плен забрали, в какой-то карцер посадили и написано из вот этого вот места, из тесноты своей, воззвал Господу, Бог преклонил ухо свое, увидел раскание о монастерии и делал много плохого для Бога. много. Он говорит, восстановил голос, услышал и вернул его на то же место, откуда его взяли и посадили в плен. Он там она себе сегодня ошибаюсь. То есть на самом деле, чтобы вот так вопить к Богу, нужно, чтобы вот написано муки смерти объяли, цепи ада облегли. А так просто всего-навсего нужно с ним разговаривать. Достаточно. разговаривать нужно. Понятно, что он не даст никому ничего с вами сделать. Давайте вспомним Якова. Того Якова, который был в этом самом в рабстве называют рабством у Лавана. Помните? Он Бога чуть-чуть подзабыл. Но Бог-то о нем не забыл. Бог видел опасность, в которой он находится, пришел к Лавану и сказал смотри, не говори ему ничего дурного и ничего хорошего. смотри у него. То есть Яков об этом даже не знал ничего. Потом Лаван ему сообщил, твой Бог приходил ко мне и сказал, что ну-ну-ну. Я-то твоего Бога послушался. По-моему, тут Яков как раз обличился. что он к Богу не взывал. Бог сам пришел его защитить. Вот здесь как раз у него сердце поменялось. Но сегодня мы иногда взываем к Богу так, как будто муки смертные объяли нас от Сепиада облегли нас. Вместо того, чтобы просто каждый день находиться с ним в контакте. Мы взываем помощь и пишем о молитвенных нуждах, когда уже все. А Бог не хочет, чтобы мы были его последней надеждой. Он хочет, чтобы мы были его единственной надеждой. Чтобы мы с ним постоянно были в контакте и в общении. Помните, Иисус говорил своему, вы ходите за мной, потому что кушайте у вас всегда есть чего. Чудес хотите, знамений. А вот чтобы каждый день в контакте быть, чтобы негде было голову приложить. У птиц-то есть гнезда? Взбери нор. А вы хотите только покушать и знамения с чудесами. Ну, конечно, когда уже все плохо, начинаете вопить так, как будто вас в цепи ад облегли. 18 стих того же 17-го псалма. «Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они встали на меня и в день бедствия, но Господь был мне опорой. Он вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо он благоволит ко мне. воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня». Обратите внимание, что здесь написано. «Воздал по правде моей и по чистоте рук моих, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим». Вот когда мы хотим, чтобы Бог встал за нас, чтобы Он нас оградил, вывел на пространное место, можно ли мы о себе это сказать? Вот что хранили пути Господни, не были нечестивыми перед Богом мы, ибо заповеди Его всегда были перед нами, и от уставов Его мы не отступали. Вряд ли. Вряд ли. Никто из нас, включая говорящего, так не поступал на сто процентов. Не поступал. Но обратите внимание, что при всем при этом благодать Его обновляется каждое утро, и благодаря этому мы живы. Бог нас постоянно обличает в этом. Постоянно нам говорит, ну, посмотри, здесь-то ты не прав. Вот здесь ты опять на косячу. Но ты утром проснулся, я тебе шанс даю. Завтра проснешься, значит, еще раз шанс дал. Я же не сижусь на тебя. Ты же не Бог, ты человек. Ты умеешь право ошибаться. Ты имеешь право чего-то не понимать. Ты имеешь право нервничать. Истерить имеешь право. Визжать, взывать ко мне как будто цепиата облегли тебя. Хорошо, давай посмотрим, что нужно сделать-то, чтобы я тебя вывел на пространное место. Вот написано. Дальше написано, я был непорочен перед ним и остерегался, чтобы не согрешить. Ой. Остерегался ли я, чтобы не согрешить. Начинаешь доценку давать своим действиям и понимаешь, что далековато немножко от того, что написано. А иногда даже не немножко. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих перед очами его. Вот. То есть, насколько мы с чистыми руками перед ним, насколько мы в правде перед ним ходим, в оправдании, вот настолько он нам и воздает. Хороший, но вы знаете в чем? Что мы оправдываемся не своим, в отличие от Давида, мы оправдываемся не своими поступками. Мы оправдываемся кровью Иисуса Христа. И он воздает нам. Удальше есть пояснение к этому ко всему. Можно, конечно, сказать, а, ну все, Господь меня оправдал, значит, Бог мне воздаст. Да, вот здесь написано. С милостивым ты поступаешь милостивым. Это, кстати, тот же Бог, который вчера, сегодня и всегда один и тот же. С милостивым поступаешь милостивым. С мужем искренним, искренним, не написано, что если я с огречающим поступаешь по грехам него. Так не написано. Написано с искренним поступаешь искренним. То есть, если я приду к Богу и скажу Господь, я понимаю, что я накосячил, плохо делаю, помоги мне. Вот как к отцу приходят дети и говорят, ну, мне уже так пробовал, так пробовал, не получается. Помоги мне исправить мои косяки. И любящий отец пойдет и поможет. И Бог такой же любящий отец. Он пойдет и поможет. Потому что с искренним он поступает по искреннему. Ты ко мне искренна и я к тебе искренна. Дальше написано с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Вот интересно, ладно, если я прихожу к человеку и начинаю лукавить и изворачиваться, ну, как-нибудь ему, конечно, расскажу, как я, в принципе, тут вот такой бедный, несчастный неправильно поступил. Ну, человек, может быть, это купит и поверит. Ну, Бог-то, он же видел не только наши дела, но и наше сердце в этот момент, когда мы косимся. Зачем мы перед ним-то луками? Зачем мы приходим к нему и начинаем рассказывать ему небылицы? Он же все это видел. Ну, не проще ей прийти просто и покаяться. В случае, он не ходит исповедоваться, исповедоваться, говорят, вот, батюшка, грешна или грешна. Знаете, можно всю жизнь исповедоваться, ходить, так ни разу не покаяться. И большинство людей ходят в церковь, я не говорю в нашу церковь, я говорю вообще в принципе, в церковь как в здании, для того, чтобы там исповедоваться. А Бог не хочет исповеданий, он этих исповеданий, ну, оно ему не надо, он там был, он все это видит, ему не надо вставить его в курс дела, он не так в курс, он хочет покаянный, он искренности хочет, чтобы поступить с нами поискреннему, он нас любит, и он не хочет нашей смерти, он сына своего единородного отдал для того, чтобы спасти каждого из нас, а мы пытаемся перед ним лукавить, не надо, это нехорошая тема, потому что здесь написано, ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень надменные унижаешь. Если я действительно был угнетен, что мне пришлось настолько слукавить перед людьми, что я, возможно, даже отрекся от Иисуса Христа, сказал, нет, 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 я верю в Бога Исаака, Авраама, Исаака, Якова, Петр тоже отрекся, он отрекся, но стал главой первой церкви, потому что Бог видит его сердце, и по мудрости он поступил, если бы он тогда не отрекся, возможно, его забили бы палками или камнями прямо там, и не было бы у нас никакого Петра больше. У нас бывают, случаются вещи, но перед Богом мы должны быть всегда откровенны, 18-й в Салон, на этом будем заканчивать, нет, пока еще, 17-й. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасением моего собственного стиха. написано Бог благословен защитник мой. Говорить я могу все, что угодно, главное, что у меня на сердце. Даниил, находясь в плену новоходоносера, говорил много чего, но делал то, что угодно Богу, и за это попал в ров кальван, и за то, что он делал то, что угодно Богу, и не важно, что он говорил, не важно, что он публично в кавычках вытворял, главное, чтобы все при этом знали, что Бог на его стороне. И ангел пришел, там не написано, что Даниил всю ночь говорил, Львов, не ешьте меня, я невкусный, не ешьте меня, нет, написано, ангел пришел и закрыл пасты вам. Вот так. А что он там говорил, кому он служил в этот момент, чьим он был первым министром. Да, Бог поставил на Мухудоносер на это место, но на Мухудоносер там столько накосячил, столько идолопоклонства принес. Но по мудрости Даниил должен был вести себя тропот своего. Но вел он себя внутри себя, внутри сердца своем, так как было угодно Богу. И молился в Иерусалиме. На Иерусалим прошу прощения. И посажет друг в Робсер вами. Именно за это. 18-й псалом с 8-го стиха. Закон Господа совершенный. Там же написано, что мы должны соблюдать закон без нас. Закон Господа совершенный. Укрепляет душу. Откровение Господне верно не умудряет простых. Бога. То есть, если мы получаем откровение от самого Бога, то насколько вы просты, мне нужно быть теологом, профессором, доктором богословия. Написано, откровение Господа умудряет простых. Сколько из вас имеет здесь теологическое образование? По-моему, только я один. Но каждый из вас способен быть мудрее любого теолога, имея откровение лично от Бога. Так написано в Писании, что откровение Господне умудряет простых. Аллилуйя! Потому что ну а как еще получить мудрость-то? Вся третья глава притч говорит покупайте мудрость, приобретайте мудрость, не надеетесь на свой разум. А где ее взять? А вот откровение Господне, когда он открывается нам и дает нам свою мудрость, вот здесь происходит упрепление простых. Дальше написано, повеления Господней праведны, все веселят сердце. Какие повеления веселят сердце? Свинину не есть? Или что там шерсть сольном не носить? Какие конкретно повеления? А они очень простые. Эти повеления заключаются в возлюбить Господа Бога своими, всем сердцем своими, всем душой своей и всей крепостью своей. Все. что значит возлюбить? Это когда я люблю человека, я готов ради него меняться, я готов ради него смиряться, я готов ради него что-то сделать, чего я не люблю делать, мне не нравится, но я готов, потому что мне дороги эти отношения, поэтому я готов на это. мы иногда даже это не соблюдаем, но пытаемся, потому что ради Бога, тем более можно это сделать. Дальше написано, заповедь Господня свекла просвещает очи. То есть если я придерживаюсь того, что Бог мне говорит, я буду видеть совершенно другие вещи, у меня свет будет другой вокруг меня, я перестану замечать то, что не нужно замечать, и начну замечать то, что нужно замечать. Написано, страх Господень чист, пребывает во век суды Господней истинные и все правильные. То есть если я боюсь потерять отношения с Богом, то тогда я буду пребывать в этих отношениях во век. Написано, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота и раб твой охраняется ими и в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, о тайнах моих, очисти меня. То есть мы не можем делая что-то в данный момент отдавать себе полностью отчет и сказать, окей, вот тут я согрешил, а вот здесь нет. Мы не можем этого сделать. Мы потом, когда уже понаделали чего-нибудь, как Петр, сначала отрекся от Иисуса, а потом прибежал в горницу и горько плакал. потому что Дух Святой, который тогда еще не был в них, он был с ними, потому что Иисус еще пришли и сказал, Дун, Он сказал, примите Духа Святого. Он пришел и обречал его. И написано, кто усмотрит погрешности свою, ну кто? Мы не в состоянии дать себе отчет за свои действия иногда. Ну и потом, в заднем сон, вот тут надо было не так поступить. Вот здесь нужно было по-другому делать. Мы по-разному смотрим на свою жизнь. В момент, когда мы грешим и после. Но дальше написано, и от умышляющих удержи, и от умышленных, прошу прощения, умышленных греков, и от умышленных греков удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. То есть, когда мы позволяем Богу, Духу, который в нас, удерживает нас от умышленных грехов, вот тогда мы будем чисты от великого развращения. То есть, это не мы сами от этого отворачиваемся, мы Богу должны позволить это сделать. И дальше написано, да будут слава уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобой, Господи, твердыня моя, избавительная. То есть, это не от нас зависит, какие мысли мы укоренились. Это от нас зависит, какие мысли мы укоренились в моем сердце. Вот сюда могут поступать разные мысли. Сюда их все и Бог, и дьявол. Но каким мыслям мы дадим право укорениться в нашем сердце, это зависит только от нас. Какой фильтр мы поставим. И вот здесь нам нужно просто призвать Бога, потому что мы сами не в состоянии, мы слабы. Дьявол так изощренно нам сеет всякую ложь в наши мозги, что мы слабы перед этим искушением, мы поддаемся этой лжи дьяволу. Но когда мы призываем Бога и говорим Господь станет этим самым фильтром, который отсеет ненужные мысли, чтобы помышления и слова уст моих и помышления сердца моего были чисты перед тобой. Когда он приходит и начинает вставать там между вот этими мыслями, которые нам насыпались в голову и становиться вот этим определителем, который, знаете, как в самолете свой-чужой, не в самолете, а в ПВО, свой-чужой. В самолете тоже, да? Я не знаю, в ПВО знаю, в самолете, но значит, в самолете тоже. то есть, чтобы Бог, вот Богу отдать полностью это, чтобы Он эти мысли отсеивал. И мы вдруг увидим результат этого, когда в наши сердца перестанут сеяться мысли, которые насыпаются вот сюда, вот в вороне. А туда насыпается много всяких ненужных мыслей. И возвращаясь к самому началу нашего сегодняшнего, нашей сегодняшней проповеди, хочу сказать, что Бог испытывает наши сердца. Ему все равно, что творится вот здесь. Потому что здесь это наша воля. Мы можем принимать, можем не принимать. Мысли у нас вот здесь не зарождаются, они сюда сеются. А вот то, что зарождается здесь и укореняется, это от нас зависит. Знаете, как говорят, вы можете не раз... вы можете разрешить птицам летать над вашей головой, но в вашей же воле... А, вы не можете запретить птицам летать над вашей головой, но можете запретить светить у вас на голове гнездо. Вот то же самое с мыслями. Мы не можем запретить мыслям сеяться в нашу голову, не можем. Но можем запретить им укореняться в нашем сердце. И тогда помышлениями нашими будут те самые истины, о которых говорит И тогда мы вдруг увидим, что у нас пока еще цепи ада не облегли, и узы смерти нас пока еще не удерживают. Мы просто должны находиться в беседе с Богом, менять свое сердце относительно того, что Он хочет, чтобы происходило. И тогда, когда это сердце будет изменено, вдруг изменится обстоятельство. Вот так изменится обстоятельство, и все, что было страшной, губительной болезнью для многих и мучением, вдруг обернется двойным благословением относительно того, что было отнято раньше. Как у Иова. Нужно поменять свое сердце. И он и не поменял свое сердце. Мы поэтому и не знаем, что с ним продолжилось быть дальше. Мы знаем, что с ним и все было хорошо. А вот у Иова мы знаем, что когда он поменял свое сердце, у него и благословение другое пришло. И поэтому, когда мы сейчас будем молиться, в том числе из-за этого брата, который сегодня находится в этих ситуациях, главное самое, чтобы Бог сохранил ему жизнь. Чтобы, лишившись того, к чему он привык, я не хочу, чтобы его отдали мне, этого Бог лишал, конечно, нет. Если на это есть Божья воля, пусть у него все останется, положение, деньги, все, что нужно. И чтобы он не увидел тюрьмы и ничего другого. Но если Бог лишит его всего этого, он хочет, чтобы его сердце поменялось. Тогда он благословит его во много раз больше. Я вот верю. Мне прямо вот, когда я читал это письмо от этой женщины, мне прямо перед глазами эта картина была, что Бог просто хочет поменять его сердце. И он будет во много раз более благословен. И может быть он получит должность гораздо более высокую. И будет влиять оттуда, на судьбы людей. Но с другим состоянием сердца. Хорошая новость заключается в том, что уходя отсюда с земли, потому что, ну, все уже, пришло его время, он все свое исполнил. Иисус сказал, нужно мне уйти. Но я умолю Отца прислать вам утешителя. Утешитель, это не тот, кто ходит по головке, говорит, ну, не плачь, ну, не надо. Ну, все будет хорошо. Нет. Утешитель, это тот, кто говорит нам, успокойся. Остановись, успокойся. Успокойся, остановись и познай, что Господь есть Бог. Мы этого сами иногда сделать не можем. В Верхнем Завете Бог проговаривал это с небес вслух, через ангелов. А сейчас Дух Святой нам говорит, остановитесь и познайте, что Господь есть Бог. Он начало и Он конец. Он все совершит. Он выведет нас на пространное место. И Он поставит нас на вершины, где нас не населяемы. Когда? Когда помышления нашего сердца будут фильтроваться Его волей. А не нашей. И тогда все совершится. Давайте помолимся. Аллилуйя. Господь, мы благословляем каждого, кто сегодня находится в страданиях. Господь, мы благословляем и провозглашаем имя Твое Святое на каждого, кто сегодня находится в непонятной ситуации. Где ему кажется, что эти страдания, которые он не заслуживает, свалились на него именно от Бога. Но, Господь, мы знаем, что Ты все держишь под своим контролем. Что жеребий наш в Твоих руках. И у нас есть великое наследие, Господь. В Тебе. В Твоем Царстве. Которое как на небе, так и на земле сейчас через нас должно являться. Господь, мы просим Тебя, чтобы Духом Своим Святым. Господь, Ты помог нам просто отфильтровать. Убрать все, что насеял дьявол нам в наш мозг. Для того, чтобы мы не принимали мысли от Него. Мы принимали мысли только от Тебя. Потому что, написано, все доброе от Отца Света. То есть, от Тебя, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты коснулся сейчас сердца этого брата. Который сейчас проходит эти страдания. И показал ему, от чего ему нужно отказаться в жизни. И что применять в своей жизни. Чтобы Ты, Господь, явил славу через Него. Явную. И чтобы все, кто сегодня молится за Его спасение, увидели, что Ты есть Господь Всего Сущего. Что Ты, Господь, Который разрешает всякие оковы. Который снимает всякое премие. Который, Господь, воскрешает. Который ставит помазанников Своих. И никто не может справиться с этим помазанием. Никакая сила этого мира. Потому что Ты, это Тот, Кто создает, а не Тот, Кто разрушает. И пусть, Господь, все, что не от Тебя будет убрано, разрушено до основания. Все, что от Тебя возрастет и преумножится. В жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Мы знаем, что когда мы в согласии приходим к Тебе, к Велесову благодати Твоей. Ты все для нас сделаешь, если мы говорим по Слову. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам заповеди свои. За то, что Ты дал нам любовь Свою, Господь, которая не постижает. Как и надежда на то, что мы, Господь, Твои, и в один день встанем с Тобой вместе. И будем славить нашего великого Небесного Отца там на небесах. Благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за то, что Ты касаешься и исцеляешь наши души, наши сердца, наши тела, Господь. Мы провозглашаем сейчас полное физическое исцеление на каждого здесь находящегося. Мы провозглашаем сейчас полную Твою защиту, Господь, наши семьи, дома, Господь. Потому что Ты есть всемогущий Бог, Который правит небом и землей, и все, что там, и все, что здесь, под Твоим надежным контролем. Мы доверяем Тебе полностью нашей жизни и провозглашаем, что Ты – Господь и Бог нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Амин. И как обещал благословение Аарона на каждого из вас, потому что Бог заповедовал священникам благословлять этими словами весь израильский народ. И тогда написано, имя Мое будет на них принимать его. Иисуса Христа.